Меня зовут Мария Нинашева, я руководитель проектов 1С и практикующий консультант-аналитик 1С. Мои сферы это документооборот электронный документооборот и управленческий учет. Сегодня с вами компания Кадерлайн. Тема нашего сегодняшнего вебинара, как назначить цены в 1С управления торговлей 1С.4. План нашего сегодняшнего вебинара сейчас на экране изображен. То есть сначала мы посмотрим в общем функциональность программного продукта 1С управления торговлей, как выглядит интерфейс, какие есть особенности. Далее мы рассмотрим уже более подробно цену, назначение цен на товары, назначение цен на новые товары, изменение действующих цен. И печать, перечень цен, формирование прайс-листа. Будем мы смотреть на программном продукте, на учебной версии. Учебная версия у нас имеет некоторые ограничения тоже, поэтому, но зато там есть данные, на которых можно все подробно рассмотреть, сразу все на примерах. Поэтому тут есть свои, конечно, ограничения, свои плюсы, минусы. Но обычно выбираем учебную версию для проведения подобных демонстраций. Итак, перейдем к функциональности самой управления торговлей 1С.4. Тот, кто работал на десятке, мы достаточно часто вот приводим с десятки на одиннадцатую, они, конечно, на себе очень сильно чувствуют разники. Десятки, одиннадцатая. Одиннадцатая она очень умная программа, охватывает большой объем задач и в ней большое количество алгоритмов заложено, которые у меня были ранее десятки заложены, которые не позволяют вам критично, некорректно вести учет, допустим, которые позволяют создавать цепочки от планирования, постановки целей до реализации действий, как происходит сам оперативный учет всех операций в программе, как отражаются финансо-хозяйственные операции в программном продукте. И все действия в программе, они взаимосвязаны. Если вы что-то где-то делаете некорректно, то программа вам, по крайней мере, об этом сообщит, а если установлены соответствующие настройки в программном продукте, то программа просто не даст вам совершать ошибку, то есть вы не сможете перейти к следующим действиям, пока вы не скорректируете предыдущие. Это значительно улучшает качество ведения учета, позволяет вести качественный анализ в программе, и руководителю, конечно, очень сильно облегчает жизнь, позволяет видеть реальную картину, реальную обстановку в организации. И, конечно, с реакучетом, если есть взаимодействие программного продукта управления торговлей с бухгалтерией, выгрузки, то, конечно, здесь они становятся более корректные, более правильные. Вот как раз у нас на экране сейчас выведена основная информация по функциональности программного продукта управления торговлей, возможности системы. Они здесь как раз таки описаны. Далее перейдем к интерфейсу самого программного продукта. Ну, как бы у меня, конечно, есть скрин, но я думаю, он не такой информативный. Сейчас я переключу демонстрацию на сам программный продукт. Перед нами сейчас программный продукт управления торговлей 11.4. Мы сейчас зашли под пользователем Федор Борис Михайлович. Когда вы находитесь в программном продукте, важно понимать, в какой версии, понимать информацию о программе, в которой вы работаете. Для этого можно нажать на кнопочку и увидеть информацию о программе. Тут мы видим и пользователя, какая у него роль. Сеанс, лицензия, то есть всю информацию о программе вы можете, вот конфигурации, вы можете увидеть по этой кнопке. Интерфейс 11.4, он значительно, интерфейс вообще 11.4, значительно отличается от десятки. Это интерфейс такси, он удобный, настраиваемый для пользователя. Сейчас мы пройдем по основным настройкам, которые есть в программе. Здесь мы можем добавить и удалить кнопки, то есть у нас справа находится меню, по которому мы можем добавить или удалить на верхней панели инструменты, которые нам нужны. В данном случае вот у нас выведен калькулятор, календарь, ссылка, перейти и получить ссылку. Вот то, что в данной программе настроено на панели, то есть здесь вы можете состав кнопок менять так, как вам нужно. Сама начальная страница, она тоже настраиваемая, то есть сам рабочий стол. Вот мы сейчас видим стандартные настройки, где есть текущие дела, мои задачи, взаимодействие, новости, бизнес. Начнем с настройки текущих дел сами по себе. То есть состав текущих дел, может быть, можно обновлять то, что сейчас у нас настроено. Мы можем обновить по кнопке, то есть в таком механическом режиме, и они у нас обновляются. Ну, не зря, наверное, я это сделала в учебной базе. Это много сейчас нас затормозит. Также сам состав текущих дел, его тоже можно настраивать. То есть в зависимости от потребности пользователя, что вы хотите видеть в текущих делах, чтобы не видеть лишней информации, вы можете поставить или убрать галочки, что вам нужно, что вам не нужно. И тут же можно автообновление настроить, в каком интервале оно у вас может происходить. Но в данном случае у меня оно отключено. Можно установить периодичность автоматического обновления. Сам состав начальной страницы можно настроить по кнопке, вот тут у нас есть стрелочка с меню, по пункту вид, настройки начальной страницы. Здесь мы можем выводить в колонки те вещи, которые вам нужны на рабочий стол, либо их убирать. Ну, обычно сразу все добавляют, хотят видеть все и сразу, потом понимают, что это слишком много информации и начинают их потихонечку убирать. То есть просто перемещением кнопочек, добавить, переместить из одной колонки в другую. Это можно все настроить, сделать. Далее. Что-то у меня пошло грузиться. Что еще здесь настраивается? Настраивается у нас панель разделов. То есть это вот здесь, в левой части у нас располагаются разделы. Их мы тоже можем настраивать, как состав, так и визуал можем настраивать. То есть если у вас сотрудник не работает сразу со всеми разделами, то имеет смысл убрать ему лишние разделы, чтобы у него не было какой-то чрезмерной информативности, чтобы сотрудник не путался в пунктах, не искал где-то нужные ему функции, оставить ему его рабочее место. Вот. Также можно для пользователей, ну, у которых, допустим, там, один-два пункта, один-два раздела, то не всегда имеет смысл ему название указывать. То есть здесь можно указать либо только картинку, только текст и текст в разном положении от картинки. По кнопке ОК сохраняется. То есть эта функция вот такая настраиваемая у нас. Придем к самим разделам. То есть здесь как раз-таки у нас все функции, вся функциональность программы, она разбита по разделам. Главное планирование и сервейный маркетинг, продажа, закупки, склады, доставка, казначейство, финансовые результаты, контролинг и администрирование. Ну, стандартный функционал, который используется в управлении торговлей. Так, сейчас я добавляю еще наших костей. С интерфейсом, с общей функциональностью программного продукта. Я думаю, что мы закончили по этому материалу. Может, какой-то вопрос есть? Какие-то вопросы есть в чате? Просто не вижу. А сейчас видно программный продукт? А то, может, меня уже не видно и не слышно. Ага, все, замечательно, вижу. Так, тогда мы идем дальше к вопросу о назначении цен в программе 1С управления торговлей 11.4. Назначение цен, ну, первым делом мы рассмотрим назначение цен на новые товары. Как у нас происходит назначение цен на новые товары. В зависимости от ситуации может происходить назначение цен отпускных, либо в момент регистрации документов поставки товара. То есть, когда мы получаем товар от нашего поставщика, мы можем сформировать, установить цены либо на основании заказа поставщику, либо на основании документа поступления товара. Мы посмотрим сейчас пример на документах вступления товара. Как это происходит. То есть, ну, вот прям мы открываем наше приобретение товаров и услуг. Наш действующий документ. Здесь у нас указано три позиции. И мы по ним хотим установить цены на основании этого документа приобретения. По кнопке создать на основании мы создаем документ установка цен номенклатуры. То есть, цена у нас устанавливается именно этим документом. С помощью документа установка цен номенклатуры. Вот мы видим как раз-таки три наших позиции, которые у нас были в документе приобретения товаров и услуг. В документе поступления. И что с ними происходит, что мы здесь можем делать. Во-первых, мы сразу видим здесь основание, к которому у нас формируется установка цен номенклатуры. Далее мы видим цену поступления, которая у нас пришла. Мы видим цены, которые у нас рассчитываются на основании этой цены. То есть, это оптовое само значение цены, которое устанавливается. Базовое. Ну, в данном случае вот эти виды цен, они заведены у нас в базе. То есть, вот те виды цен, которые у вас заведены, и те правила, которые заведены изначально в базе, вот по этим правилам и будут устанавливаться цены номенклатуры. По видам цен, настройке вида цена у нас будет отдельный вебинар, отдельная тема. Сейчас мы ее не затрагиваем по настройкам видов цен. То есть, те цены, которые у вас уже изначально настроены, они здесь вот отображаются. Можно настроить данный документ. То есть, мы можем показывать сумму наценки и показывать процент наценки в данном документе. Также мы можем изменить состав цен. То есть, вот мы сейчас в документе видели определенный перечень цен, которые у нас рассчитались, которые мы увидели. Вот расшифровку их, почему именно они отображаются, мы видим... Вот еще раз. Перейду. Ах, закрыла. Не то. Не на тот крестик нажала. Формируется у нас еще раз. Перейти к изменению состава видов цен. Здесь мы видим как раз-таки галочками отмеченные те виды цен, которые у нас по документу установка цен номенклатуры попадают. То есть, мы здесь видим, как называется, ну, вот оптовая расчетная, зависимая она, каким образом она рассчитывается, параметры, влияющие цены, если есть тоже здесь все указывается. То есть, здесь вы можете подробно посмотреть и выбрать какие-то другие виды цен, которые вы хотите видеть в документе установки цен номенклатуры. Это, да, кстати, здесь же у нас есть возможность... Так, продемонстрирую. Ручной корректировки цены. То есть, если вы все-таки решили вручную поменять, допустим, у вас автоматом рассчиталась цена, а вы там, допустим, решили, что все-таки вы хотите ее изменить, то это можно сделать. То есть, вот здесь у вас будет формула расчета и что вы именно изменили. То есть, информация, она вот здесь вот снизу выдается, если вы выделяете, что-то меняется, это можно тоже посмотреть. Это у нас был способ, когда мы устанавливаем цены с помощью документа установка цен номенклатуры из документа поступления. То есть, это один из вариантов, как мы можем устанавливать наши цены. Бывают ситуации, когда мы хотим вручную назначить цены по списку товаров с использованием специализированного рабочего места. Оно у нас предусмотрено. У нас учебная версия пугается на что-то. В разделе CRM и маркетинг у нас есть пункт цены прайс-лист. Это у нас рабочее место по установке цен по номенклатуре. То есть, здесь мы можем отобрать необходимую нам номенклатуру по необходимым критериям и сформировать цены именно на эту выбранную номенклатуру. Здесь мы видим, что можно установить дату. Вот у нас автоматически установилась сегодняшняя дата и посмотрим, что мы можем установить в отбор. Какие у нас критерии. Можно по иерархии сформировать, выбрать. Можно по номенклатуре. Вот у нас в данном случае сейчас стоит отбор по номенклатуре. По свойствам. То есть, по виду номенклатуры. Можно отобразить колонки прайс-листа. Можно здесь есть удобные кнопки. Выбрать все влияющие, выбрать все зависимые. Можно редактировать и восстановить настройки по умолчанию. То есть, здесь вы уже варьируете, какие цены вы хотите видеть при установке вида цен. И есть у нас сортировка. Добавляется элемент порядка при установке цен. Далее мы можем сразу сегментами отсортировать, если вы их используете. Входит в ассортимент цена в колонке. То есть, это тоже все настраиваемые параметры. Очень много гибкие настройки. Поэтому, нам под ваши процессы нужно понимать, как вы это делаете, как вам это удобно. Попробуем сформировать. То есть, то же самое, что я вам открывала при формировании. Оно открывается как раз таки, когда кнопку формировать нажимаете. То все эти отборы, они еще раз выпадают, чтобы вы видели. Но в данном случае по нашим отборам сейчас сформированы цены. Также можно делать настройки, показывать сумму на оценке, процент на оценке, показывать на конкретную какую-то дату. Такая возможность тоже есть. Это мы с вами рассмотрели. По номенклатуре, по определенному списку номенклатуры. Также бывает, что нам нужно установить цены по конкретной позиции номенклатуры. Можно сделать это из карточки «Номенклатурные позиции». Так, сейчас участников проверю. Секундочку. Кого ли мне надо впустить? Ну вот, посмотрим на примере номенклатурной позиции «Товар 3». Раскроем карточку номенклатурной позиции. И у нас есть гиперссылка «Прайс-лист компании» в группе реквизитов цены. Перейдем по этой ссылке. И у нас открывается точно такое же рабочее место, которое мы до этого с вами открывали. По установке цен по номенклатуре только здесь уже установлен конкретный отбор по конкретному товару. То есть по конкретной номенклатурной позиции. То есть вот здесь в отборах, когда мы кликнем «Сформировать», у нас как раз-таки мы увидим отбор по этой номенклатурной позиции. Функционал аналогичный с тем, который я показывала в рабочем месте установки цен номенклатуры. Итого мы сейчас рассмотрели... Так, чат вижу. Так, сейчас мы тогда вернемся. Итак, мы сейчас рассмотрели установку цен триня три разных варианта. Это когда мы устанавливаем из документа поступление, когда мы устанавливаем с помощью рабочего места цены в прайс-лист из раздела CRM и маркетинг. И когда мы устанавливаем из самого и самой номенклатурной позиции. Три варианта установки цен. Как нам изменить цены, пока мы тут далеко не ушли. Как нам изменить цены при необходимости. У нас есть кнопка специальная для изменения цен. Изменить цены. Можно загрузить из... Есть возможность загрузить из документов установки цен. Цены. Загрузить действующие, задаваемые вручную. Рассчитать вычисляемые. Для этого нужно вводить формулы и округлить цены. Обычные цены округляются в соответствии с тем, что у вас указано в виде задаваемых заранее видах цен. И также можно округлить из этого меню. Изменить на процент. Давайте рассмотрим, как это у нас работает. Если мы хотим изменить на процент. Мы указываем... Допустим, оптовая. Мы хотим изменить наценку на цену поступления. И у нас процент изменения. Можно применить к выделенным позициям. Можно ко всем позициям документов. Но у нас здесь только одна позиция. Рассчитываем. А у нас тут не установилось по нашему товару. Так, база мне почему-то не рассчитывает. Посмотрим. Пример приведу вам. Сейчас экран видно. Это у меня, по-моему... Так, а у меня, по-моему, пропал интернет или что-то такое. Сейчас, секундочку прям. Пытаюсь... Так, а вот сейчас... Я вот, мне кажется, мой экран сейчас не видно. Так. Так, вроде все заработало. Перезагрузилось. Эх, учебная версия немножко у нас... Бывает, подтормаживает. Так. Возвращаюсь к вопросу. По изменению вида цен у нас есть отдельное меню, по которому мы можем установить в разных вариантах цены. Также в рабочем месте цены прайс-лист по установке цен у нас есть возможность распечатать. Можем распечатать либо переоценку в рознице, и это касается только розничных магазинов, и установку цен на документы сделать по установке цен номенклатуры. Также отсюда можно распечатать ценники и этикетки. Есть возможность также... Ну, обычно это используется в организации, где есть сложные алгоритмы расчета цен. Используется расчет цен в... Ну, в Excel обычно считают, там задают сложные формулы. И для загрузки из Excel есть тоже отдельный механизм. Это выгрузить и загрузить. Те цены, которые есть. То есть такая функциональность, она тоже предусмотрена. Также есть функциональность, но бывает такая необходимость, что первоначально, при первоначальной загрузке цен, цены необходимо установить вручную. Поэтому вот в данном случае у нас галочка стоит рассчитывать цены автоматически. Эту галочку можно убрать, и тогда все цены можно будет внести вручную. То есть автоматически они не рассчитаются. Чтобы сформировать документ, сам прайс-листа, он у нас выражается в качестве отчета отдельного. То есть с помощью рабочего места цены прайс-лист мы цены устанавливаем в программе. Для того, чтобы нам сформировать прайс-лист и вывести его в качестве документа, он у нас находится в отчетах. Прайс-лист. Здесь мы также можем сформировать на определенную дату, то есть если вам требуется сформировать прайс-лист на какую-то прошлую дату, не на сегодняшнюю, так же мы можем это сделать. И сформировать товар по какому-то определенному виду цен. Ну и, конечно, можно выделить склад. Есть настройки формирования отчета. То есть у нас сейчас выдаются в поле видимости самого отчета не все поля. То есть можно в сегмент, в ценовой группе, в номенклатуре, по виду цены отображать. Настроить так, как нам нужно. Ну вот мы сформируем по тем настройкам, которые у нас сейчас есть. Ну таким образом у нас сформировался отчет в соответствии с теми настройками, которые у нас в данный момент уже указаны. И так же можно вывести отсюда сразу на печать. То есть вот у нас наша учебная база сейчас не позволяет вывести на печать. Итак, мы посмотрели, как у нас изменяются цены, как выводится на печать, что можно выгрузить и загрузить в Excel. Что еще раз хотел бы подчеркнуть. Все, что вы делаете с ценами, все настройки, все отчеты, которые вы формируете, они очень тесно взаимосвязаны с теми данными, которые вы вносили до этого, с теми настройками. То есть если где-то есть ошибка на предыдущих этапах, то корректно у вас могут данные не отобразиться. Эти цепочки нужно четко отслеживать. То есть в этом сложность, допустим, сквозного примера по какой-то отдельной части задач. Лучше брать конкретно сквозной пример и начинать от самого начала начального заполнения и проходить по всем. Допустим, если вы хотите обучить своих сотрудников или себя, то лучше брать комплексное обучение и идти прямо от самого начального заполнения и до самого конца, чтобы у вас на всех этапах было понимание, как работать с программой. И ошибки, ну вот, допустим, даже в той же учебной базе, когда мы начинаем действия производить, бывает из-за того, что заранее были некорректно внесены данные, потому что база учебная и отображаются какие-то функции не так, как мы ожидаем. Но в данном случае, когда мы на вебинаре рассматриваем, мы на конкретных примерах рассматриваем, если вы это сами воспроизводите, то такие ошибки, вот они бывают. Это именно связано с тем, что в программе УТ-11 очень много контролей и очень много взаимосвязанных элементов. Некоторые контроли можно отключать в зависимости от ваших потребностей. Поэтому важны и первоначальные настройки. Вот, поэтому если вы планируете, допустим, переходить, внедрять систему, то, конечно, это лучше делать с профессионалами. Бывает такое, что очень много текущих вопросов по программе просят, вот, пожалуйста, помогите именно в разрезе конкретного вопроса. Тут тоже нужно сначала комплексно анализировать всю вашу систему, как были внесены изначально данные, как велся учет. По вопросам, которые мы рассмотрели в ходе вебинара, которые планировалось рассмотреть в ходе вебинара, мы их рассмотрели. У нас некоторые неотвеченные вопросы в чате остались. Мы уже тогда в личном порядке свяжемся на них, ответы готовы дать. По таймингу мы уважились. Я хочу вас поблагодарить за внимание. Всем пожелать хорошего дня. Благодарю вас. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok